Итак, и, конечно же, я немножечко вам хотела бы дать советов по бизнесу, потому что все-таки мне очень часто задают вопрос, как помочь активировать регистрационный заказ своему новичку. То есть, что у меня люди, пришедшие на бизнес, отказываются делать заказ. Кто сталкивался с такой проблемой? Поставьте, пожалуйста, плюсики. У кого стопроцентная активность, ставим минусики. Я думаю, что минусиков не будет, потому что стопроцентной активности нет ни у кого. И на поздравлялках, которые я вела, а когда я их вела, два дня назад, получается, на поздравлялках я вам рассказывала, что у нас отличнейшая активность на проекте, это каждый третий-четвертый делает активационный заказ. То есть, каждый третий-четвертый зарегистрированный делает заказ. И это нормально. И, конечно же, такое бывает, что когда новичок приведет двух-трех людей, и у него нет регистрации. И, в принципе, это нормально, потому что новичку нужно научиться преподносить все, ну, в принципе, чему мы и учим на вебинарах. Вот. Ну, бывает, бывает, Юляш, такое, что вот, ну, вот, не знаю почему. Вот. И когда лидеры говорят, я не хочу делать заказ, да, вот у меня очень хорошо работают данные фразы, заскриньте это себе, пожалуйста, пользуйтесь этим себе, пожалуйста, рассылайте новичкам, у которых есть проблемы с заказом, потому что вот именно эти фразы у меня очень хорошо работают. Вот. Вот, поэтому я подольше посижу, чтобы все успели заскринить. Вот. Значит, вы знаете, я немножко удивлена. На проект Фиберлик онлайн регистрируется большее количество людей именно за подарками и скидками, и с радостью делают заказы. Вы знаете, что заказ, за заказ Фиберлик дарит, допустим, 3 подарка плюс скидку 20%, да, или там полноценную парфюмерную воду. Не просто пишите там духи парфюмерную воду, а, допустим, парфюмерную воду, полноценную версию. Это уже вам будет прибавлять более такой серьезности, потому что вы, да, то есть или там 3 подарка, да, плюс скидку 20%. Давайте я вам расскажу. Обычно лидеры соглашаются, и там уже или вы созваниваете, сильно набираете голосовое сообщение, рассказываете, или вы высылаете видео нашего лидера Елены Потаниной. Замечательное видео, все, кто его скачал на YouTube, активно им пользуются. Елена создает ролики, да, то есть Оля Дубяга создает ролики по акции новичка, то есть очень много директоров нашему проекту помогают и создают классные ролики, создают классные фотографии, да, то есть, но вот тут обязательно нужен индивидуальный подход к каждому человеку, да. И продолжение, то есть все сразу на новичка вы не сваливаете, да, то есть и также потом можете ему, если человек пришел на бизнес, то ему можно вот прям таким текстом и сказать. У меня прям этот текст блокнотики, я его копирую и вставляю, потому что он работает замечательно. Вот, также в компании Фаберлик есть правило, ни я, ни вы сами под себя не сможете зарегистрировать человека, пока ваш регистрационный номер не активирован баловым заказом. Я еще очень часто говорю, что я волнуюсь, что скоро мне должна прийти следующая регистрация, а вы не активированы, да, и у меня бывают люди активируются прям первые 2-3 часа после регистрации, вот, потому что о заказе я говорю до регистрации, могу сказать после регистрации, да, то есть это не суть важна, суть то, что нужно подбирать правильные слова, чтобы лидер понимал, что это не обман, а что это обычное начало своего бизнеса, да, вот. И далее, что я пишу, давайте с вами активируемся и начнем обучение, то есть я не говорю, ой, активируйтесь, пожалуйста, там, да, то есть я по деловому подхожу, да, то есть давайте с вами активируемся и начнем обучение. Также после активации я выдам вам свой собственный лендинг для работы, то есть вам нужно показать то нам, показать, что так все делают, что это так и есть, да, то есть не выделять это, не бояться говорить про заказ, потому что, ну, извините меня, на самом деле тот, кто уже с нами давно на проекте 2-3, может, 4 каталога, те уже думают, что, ну, уже не обращают внимания на такое количество подарков, скидок, да, им кажется, что это все, как бы, да, уже привыкли. А вы представляете, для новичка, который вот сегодня вам скинул данные, узнать, что все у него по 20% скидке плюс парфюмерная вода в подарок? Конечно, конечно, Юлия, да, то есть что парфюмерная вода в подарок, да, то есть, ну, вот это вот, конечно, вот в магазин накупите на полторы тысячи, на две, но на самом деле за такие мелкие заказы, ну, не подарят, покупки, извините, да, за такие мелкие покупки на самом деле не подарят парфюмерную воду, и уже 20% точно не пробьют, там по золотой карте 7% и то, сколько лет надо покупать. Далее, что еще хочется сказать, да, давайте с вами активируемся и начнем обучение. Также после активации я выдам вам свой собственный лендинг для работы. Лендинг – это ваш сайт, чтобы вы увереннее начали свой бизнес. Да, я еще часто могу добавить, что именно с вашего сайта вам будут приходить регистрации на почту или в Телеграм, я вас научу, как это настроить, и смогу вам помогать в построении структуры. И, конечно же, такая срочность только в первый раз. Вот эта фраза вообще хорошо работает, что такая срочность только в первый раз, потом вы уже можете, когда вам захочется делать заказы, если, конечно, не пойдете по стартовой программе, да, то есть я вот это вот, они решают, да, то есть и там уже начинается диалог. Если вы подошли правильно, подали информацию правильно, да, то есть то у вас и проблем с активацией не будет, понимаете. Вот, далее, значит, никогда не спорьтесь с людьми, просто поинтересуйтесь позже таким текстом. Да, то есть там, Елена, под вас пришла заявочка на регистрацию. Вы готовы активировать регистрационный номер, чтобы я провела под вас человека? Чуть позже я вас с ним познакомлю. Ответьте мне, пожалуйста, да, то есть там или еще что-то. И лидер понимает, что, ага, то есть он может уже потерять человека, да, то есть он говорит, ну, я сейчас сегодня не смогу, я, допустим, пишу. Очень жаль, да, то есть, ну, если мне ответили, я сегодня не смогу, я на самом деле, я отвечаю, нет, просто не вошло. Отвечаю, очень жаль, придется провести регистрацию под другого человека. Может, мы с вами найдем выход из ситуации, я бы под вас цепочку продолжила. Сегодня одна, да, завтра может быть вторая, да, то есть и люди начинают шевелиться. И на самом деле активность на согласие вот на данный момент у меня 90%. То есть я говорю правду, но как вы эту правду преподносите, каким тоном вы эту правду преподносите, да, то есть это уже как бы получается ваше дело, да, то есть это с вас. И чему вы, конечно, учите своих новичков, да. У кого-то я смотрю 10 регистраций в каталог, да, и 9 человек сделали заказы по 50 баллов, и они уже ого-го, да, а у кого-то 20 регистраций и вообще там заказ на 3 балла. Один единственный, и то еле-еле. Новичка с новичком, но обычно скидываю просто контакт и пишу, что привет, знакомьтесь. Все как бы ничего такого обычного. В скайпе перетаскиваю мышкой, в телеграме просто вот пишу там номер телефона, говорю, что вот привет, или могу скриншот снять с чата телеграм. Привет, я твоего новичка, которого под тебя провела, вот добавила в чат, да. Вот как бы таким вот образом. Особо ничего, просто знай, что ну вот это твой человек. Вот, далее. Конечно же, с людьми спорить ни в коем случае нельзя. А даже если человек вам отказал, вы ему не говорите, ой, да что, вам сложно активироваться. Никакого негатива. Негатив закрывает за собой двери. Вам выгодно, чтобы ваш человек у вас пошел по подаркам и был доволен тем, что он пришел в компанию Фаберлек. И вам невыгодно, если вы закроете сами за собой дверь, и там из-за своей нетерпеливости, да, к примеру. Поэтому делайте выводы. Скажите, какие еще есть вопросы? Вот по этой теме. Может быть, я что-то упустила, я вам расскажу. Ну, я вам расскажу. Тишина. Или зависла, или никто ничего не пишет. Скриншот все сняли, поставьте плюсики-минусики. Поедем с вами дальше. Так, все сняли, нет вопросов. Хорошо. Ну, и последний это лайфхак, который я хотела бы вам рассказать. Очень интересно. Я очень, ну, давным-давно позвала на регистрацию на бизнес-девушку. Она живет в моем поселке. Ну, понятно, что она сказала, нет, я буду просто брать для себя со скидками совсем. Не хочу я этот бизнес. Что-то там немножко поковырялось. Ну, и закинула все это дело. Решила, что, ну, и никогда, да. Ну, и, конечно же, мы тогда уже перестали общаться. И тут вот я смотрю, она делает по 100 баллов личного оборота. И у нее структура на 9%. Хотя она была отодвинута, потому что она более трех дней вообще не активировалась. У меня было несколько веточек. Все-таки она моя знакомая. Я ее ждала. Сделала и скидку, там, исключения. Никакие исключения не помогли. Она все равно не активировалась. Мне ее пришлось отодвинуть. И сразу же, как бы, две регистрации подряд в один день в одну ветку провести. Потому что три дня не проводила это долго, да. То есть, вот. И, как бы, вот, она мне потом отписала. И я смотрю, она на 9%. А она там в глубине. Я уже и забыла про нее. И вопросы мне не задает, и ничего. Оказывается, ей приходили сообщения в личный кабинет. Она сходила на маркетинг-план. Она еще туда сходила, сюда сходила. Я ей пишу, слушай, говорю, ты начала работать? У тебя что? Начало получаться? Расскажи мне, как у тебя дела? Все такое, все-таки, знаете, личное знакомство, да. То есть, не такие вот дальние, как из интернета, да. А она ей говорит, нет, я бизнесом заниматься не буду, да. То есть, она как была убеждена, что она не будет заниматься бизнесом, так она убеждена до сих пор. Я говорю, я понять не могу, откуда у тебя столько людей. В первой линии нарегистрировано. Написано, что их ты регистрировала, она их регистрировала из личного кабинета, и ты не занимаешься бизнесом. А кто эти люди? Ну, это друзья, знакомые. Ну, хорошо, да. То есть, вот так вот у нас такой случай получился. Я пошла вглубь, смотреть ее структуру уже под этими людьми. И под этими людьми тоже есть люди, которые там кто-то 10 баллов делает, кто-то 50. Я понять ничего не могу. Как она не строит структуру, если она уже на 9%, да, там, и главное, у нее было не 600 баллов, а 800 с чем-то, да. То есть, ну, уже скоро 12%. Я говорю, слушай, ты скоро на 12% выйдешь. Она будет очень хорошо. Но я работать не буду. Вот, вот вы представляете, какая ситуация. Меня это так заинтриговало, и я ее набираю на сотовые. Говорю, слушай, расскажи мне, как ты не работаешь, если ты, ну, тут, ну, ты работаешь. Говорю, у тебя же, вообще, я в таком шоке была. А что вы думаете, она мне ответила. Ань, ты понимаешь, я, говорит, их всех регистрирую для того, чтобы у меня росла объемная скидка, чтобы мне покупать 100 баллов, но платить за это, там, допустим, 3000 рублей, а товару набирать много. Мне для этого надо. Но я нисколько не хочу работать и зарабатывать. Я им просто скидки рассказываю, и рассказываю им, как они могут эти скидки другим, про других рассказать. И у нее, понимаешь, у нее структура растет на этом. Она работать не хочет. Да, то есть, что получается? Она расчувствовала все эти скидки, все эти подарки, да, то есть, 100 баллов, что это такое? Это от 20, прошу прощения, телефон зазвонил, да, то есть, что такое 100 баллов? Вот кто-нибудь бы догадался вот такое сделать, да? И она рассказывает всем подряд, вот смотри, ты сюда придешь, да, то есть, вот на попробуй продукт, на это, на то. Она, человек у нее закажет, первый заказ сделает, и ему говорит, слушай, а ты знаешь, что ты можешь все это с 20% скидкой? Каталог поворачивать вот с этим подарком, да еще плюс пару подарков в следующем каталоге, да плюс тебе, да, то есть, тут вот рядом агентский пункт ты заберешь. Понимаете? И вот она каждому так вот рассказывала, она не звала на бизнес, она уже, грубо говоря, открыла свой бизнес, это у нее где-то, ну, в течение месяцев пяти, наверное, да, пятый или четвертый месяц она на проекте, наверное, да, и она не торопясь, вот, не приглашая никого на бизнес, она строит свой бизнес, да, то есть, это очень интересно, это очень интересная такая идея, да, и, конечно же, когда вам люди, да, то есть, отказывают, да, то есть, у нее объемная скидка тысячи четыре, по-моему, с чем-то, да, то есть, у нее больше чем, да, то есть, там написано 3,240, да, по маркетинг-плану мы с вами зарабатываем, но у нее уже четыре с чем-то тысячи скидочка, да, то есть, когда она делает заказ, у нее получается, что она по 9% назад получает объемную скидку, да, за свою структуру, не за свою структуру, а за свой личный заказ, да, плюс она по 9% получает за свою структуру, у нее суммарно, да, это все выходит, плюс под нее еще людей регистрируют по ВИПу, да, то есть, она тренинг прошла, она каждому звонит и рассказывает про подарки, вот вы представляете, как это здорово, как это интересно, да, то есть, вот бизнес таким образом строит, но она не строит, она убеждена, что нет, она сетевой не для меня, хотя очень даже для нее. Поняли фишку? Не удивлены? Вот я не знаю, я три года, да, строю бизнес в компании Фаберлик, да, скоро три года, и один, а, уже один месяц прошел, и я просто была в шоке. Вот таким вот образом. Я сейчас начала также рассказывать своим вот родным, близким, звоню, говорю, привет, как дела, говорю, все ли у тебя получается, не получается, ну, ты можешь просто тогда всем все вот это вот рассказывать, всех обзвонила, и оно работает, вы представляете, оно работает для людей, которые не хотят заниматься бизнесом, понимаете? Да, ну, я сейчас, не хочешь, не занимайся бизнесом, да, не хочешь, не строи бизнес, но я жду, что будет с ним дальше, поэтому, я не знаю, через пару каталогов, может быть, я опять про нее расскажу, да, ну, вот такой у нас очень интересный веб-консультант на нашем проекте. На самом деле умничка и убеждена, что она не работает. Да, удивительные люди бывают, вот она говорит, я вот сейчас сделала, говорит, заказ, там, допустим, на 15 тысяч, да, а сколько она заплатила, да, минус 4 тысячи, там уже 11, да, плюс сколько подарков ей придет, плюс сколько у нее родственники покупает, да, то есть она продает, и ей получается, что если она делает заказ 50 баллов, он ей уже полностью бесплатно, ползаказа ей точно достается. Вот как интересно. Каждому да, 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 всем желаю таких людей, но самое главное, конечно же, то, что она сама разобралась, сама поняла, первый раз получила подарок, она поверила в то, что тут на самом деле дарят, она разобралась в Аберлик Клуб, она разобралась, ну, вот во всех, во всех вот этих вот фишечках, что у нас есть, да, и потихонечку, потихонечку наращивает свою структуру, не работая, как будто бы, понимаете, хотя она работает как полноценный лидер, просто она не доносит возможности бизнеса, да, своих людей. Вот как интересно. Она именно работает на скидку и говорит, если ты к себе будешь на скидку звать, то у тебя еще вот эта скидка будет, вот посмотри, такая же, как у меня. То есть она учит строить бизнес людей, сама того не понимает, что она этим и занимается, чем занимаемся мы. Ну, я молчу пока. Вот такая вот у нас получилась история, дорогие коллеги. Поэтому я вам хочу посоветовать больше рассказывать новичкам и давать им право выбора, какой они заказ могут сделать. Не решайте ни за кого. Может быть, у вас создано какое-то видео, да, может быть, еще что-то. Но когда вы говорите, я прошу вас активироваться, да, минимальный заказ, там, тысячу рублей, да, то я считаю, что вы сами лишаете себя товарооборота и их огромных выгод, акций и подарков. Да, то есть никогда не отрезайте своих людей, скиньте им видео, что будет за 100 баллов, что будет, допустим, за... Если у вас его нет, пожалуйста, я его вам хоть сегодня ночью создам, завтра оно будет у вас в работе, оно завтра у вас будет по чатам, если этого видео нет у вас, да, я что-то не помню. Если у меня новое обновленное видео, также вы можете сами снять, могут снять ваши директора, да. Вот, очень интересно давать человеку право выбора. Они активируются намного охотнее. Молодец, пусть больше приглашает на скидку. Скинуть, да, хорошо, Аллочка, обязательно. Вот, ну что ж, поздравили новых ВИПов, тех, конечно, которые только фото вы выслали мне, да, в личку. Также мы с вами поговорили о нескольких фишечках. Я думаю, что вебинар для вас был полезен. Кто такой ВИП-консультант, вы теперь знаете. Также вы знаете, что надо обязательно всем своим консультантам с уровней ВИП-1 выслать вот это видео. Если у вас нет своего, пусть они ставят галочки, активируются, проходят тренинг. Если у вас что-то не получается, обязательно, обязательно теребите, трясите своих директоров, чтобы они вам позвонили и показали, что не так, куда вы не туда нажимаете, почему под вас людей не подписывают. Так ведь? Даже вот есть такое, что вот ни разу человек, допустим, за год не был ВИПом, да, и вдруг вот под Новый год у него были огромные продажи, и вдруг он стал ВИПом. Ну вот даже вот этот период, да, до 21 числа, вот этот новый испеченный ВИП, смотря в каком регионе, он может получить от 1 до 3 регистраций за каталог. Зачем же это терять? Обязательно проходите. Тем более, что этот тренинг нужно пройти один раз, потом у вас уже будут автоматически они приходить, да, допустим, вы первый каталог сделали 100 баллов, потом три каталога не делали, и на четвертый, допустим, на пятый, да, получается, каталог опять сделали заказ 100 баллов, и вам раз-раз там одного-двух людей зарегистрируют за каталог. Тоже здорово, согласитесь, здорово, да, то есть тренинг проходят даже те люди, которые не ВИПы, на всякий случай, вдруг они потом будут ВИПами, уже проходить не надо, да, поэтому новоиспеченным ВИПом, как пить дать, надо всем пройти тренинг, тем более, что письма на почту, я вот точно рассылаю, что дорогие ВИП-консультанты, обязательно пройдите этот тренинг, под вас компания будет регистрировать людей. Ой, как здорово, Леночка, молодец. По жизни вообще, да, тренинг, он помогает общаться с людьми. Наталья, вот, пожалуйста, посмотрите это видео, я думаю, вам будет все понятно. Ну, что ж, дорогие коллеги, рада была быть вам полезной. Спасибо вам огромное за внимание. Всем пока-пока. Дольше вас задерживать не буду. Просидели с вами 50 минут. Думаю, что очень много полезной информации я постаралась до вас донести. Думаю, что все было понятно. Еще раз поздравляем новоиспеченных ВИПов, что выслали фото. Скоро вы появитесь на доске почета нашего проекта. Все ли знают, где взять доску почета? Все ли знают? Все ли знают? Выслать ли вам доску почета? Поставьте плюсики, поставьте минусики. Вот еще забыла. Все знают, да? Молодцы. Огромные молодцы. Ну, что ж, ждем наших новоиспеченных ВИП-консультантов на доске почета проекта Фаберлик Онлайн. А вам всем пока-пока. Спасибо за внимание. Всех целую. Всем желаю статуса ВИП. Всем желаю статуса бриллиантовый директор, чтобы вам покорились любые дороги. А выслать, да? Выслать. Давайте вышлю обязательно. Так, принцы. Так. Гордость нашей команды. Гордость нашей команды. ВИП-консультанты. Сейчас прогрузится. И я вам вышлю. Вот, пожалуйста. Ссылочка на ВИП-консультантов. Ну, все. Теперь точно всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...